Мира и достатка вашего дома, дорогие друзья! Сегодняшний наш эфир будет посвящен каждодневному уходу за телом. Зачем это надо? Надо прежде всего понять, что наше тело это как определенная биомашина. И любой меняемый человек понимает, что за машиной надо ухаживать. Чем дольше машина должна проездить, тем лучше должен быть уход. У меня в 90-х были друзья, которые могли деньги купить, нашли деньги купить хорошую большую машину, но у них не было денег на обслуживание, и со временем, через год, этот автомобиль превращался в непонятно что. То есть мало получить хорошую машинку, надо на ней еще ухаживать. И чем богато и славится Аюрведа, это то, что эти технологии каждодневного ухода за тысячи лет, они просто отточились до совершенства. И как надо было ухаживать человеку, который жил там 2000 лет назад, или еще раньше, так и современному человеку надо наше тело смазывать, закапывать, полоскать. То есть вот эти все моменты, которые будут наше тело делать более долговечными. И сегодня мы начнем, как мы просыпаемся, только мы проснулись, мы должны сразу как-то проанализировать, просканировать себя, как мы себя чувствуем, какая у нас энергетика, как ничего ли у нас не болит, как вот наше пищеварение, как мы сходили в туалет, после этого надо проанализировать. И вот, и соответственно, исходя из этого, уже настраиваться на новый день. И что вот еще важно, что вот этой перенастройкой, вот этими процедурами, о которых я сегодня расскажу, простыми, доступными, мы как бы себя заряжаем на новый день. И даже если мы встали, я по своему опыту говорю, даже если мы встали не совсем в том настроении и расположении духа, сил, то вот этими процедурами можно себя правильно настроить. И день будет, только вы встали, перед тем, как начать вообще вот дальнейшие процедуры по уходу за органами чувств, потому что основной уход в аюбеде утром, это как раз за органами чувств, потому что я слышал от одного из мэтров аюбеды, он мне сказал, мы молоды на настолько, насколько молоды наши чувства. И действительно, мы можем понять, то есть вот как раз молодость, и они больше всего вот бурлят наши чувства, и мы поможем видеть тонкости. И чем вот мы старше становимся, то если мы не ухаживаем за этими чувствами, будь это за обонянием, там, зрением, там, за всеми, то мы постепенно их теряем. И вот аюбеда, она дает эту технологию для того, чтобы ухаживать это самым наилучшим и эффективным способом. И вот прежде чем начать этот уход утренний за чувствами, то надо сделать абхьянгу. Абхьянга – это полное умасливание тела. Самое универсальное масло – это масло кунжута. То есть это оно самое такое питательное, энергетически такое сильное. Мы должны понять, что это просто даже вот с научной точки зрения, это квинтэссенция. Это вот такое вот именно фитоцентряк растения, вот выжатое вот зерно, в котором вот вся его сила. И мы вот, когда мы опазываемся, это, если мы еще там чуть-чуть похуем, оно становится, нагревается, становится гигроскопичным и попадает в наши поры. То есть оно питает не только нашу кожу, но питает, укрепляет суставы, оно вот смазывает сосуды. То есть оно вот все вот делает нас более гибким. Потому что старость – это что? Это вот когда ты вот не можешь согнуться. И в одном из аюрведических трудов есть такое сравнение. Я вспомнил, что как хорошо смазанная остелегия пройдет все тягости испытания дороги, так и хорошо промасленный человек будет устойчив ко всем испытаниям и трудностям в жизни. Так что вот, друзья, умасливайтесь. Вот еще раз, кунжутное масло. Для людей, которые зимой, то есть, вернее, летом, и которые склонны к потению, которые склонны к такому вот нетерпению жары, то есть это вот, в моем виде, они называются люди огня, пита, дожжа. То есть им рекомендуется охлаждающее масло. То есть масло бывает, вот разные свойства, оно тоже вот в зависимости из чего его добыли, оно обладает разными свойствами. То вот очень хорошо это кокосовое масло. Оно охлаждает и голову, и вообще человек успокаивается, оно вот лечит нервы реально. Так же его можно вовнутрь. А зимой, наоборот, надо можно более согревающее. И, например, людям склон к полноте зимой, вот для того, чтобы как-то согреться, то вот рекомендуется горчичная масло. Ну, сейчас в основном это или кунжутная, или кокосовая. Друзья, вот те, кто плохо переносит жару, если вы будете вечером, утром, когда у вас будет получаться намазываться кокосовым маслом, будете чувствовать как совсем по-другому. Что дальше? После того, как мы намазывались маслом, следующее я буду просто рассказывать, как вот провожу утро, например, я, проводят мои какие-то друзья, которые знакомы с аюрведой. Это первое. После того, как мы обмазались, мы должны сделать уход за глазами. Глаза – это самый сложный прибор нашего организма. Есть такое вот сравнение, как сложность головы, она сопоставима со сложностью всего тела. А вот глаза, они сопоставимы там со сложностью там всех остальных органов чувств. То есть глаза, и они, вот в традиционной аюрведе, они всегда к себе требуют, ну, по аюрведению требуют особого внимания. То есть мы чистим зубы, там, язык, еще там какие-то органы чувств, но без чистки и ухода за глазами зрение, оно наиболее чувствительно. И мы видим не только там убийцы нашего зрения, это смартфоны, а мы видим также и всевозможные, то есть там телевизоры, мониторы, все это, это как бы разрушители нашего зрения. А также экология. И вот в аюрведе издево существовали рецепты, которые вот, вот если закапывать, то есть поверьте, я знаю людей, которые закапывают уже десятилетиями, ну, что такое какие-то глазные болезни, им это не знакомо. Есть капли двух видов. Есть капли, которые как бы смазывающие, а есть более вот такие пекучие, они лечебные. То есть просто для того, чтобы вызвать какой-то эффект вот слезоотделение, то есть вот этой смазки, то они должны вот попечь чуть-чуть. И мы сразу видим, как оно начинает вот просто промываться. Так мы, слава богу, в этой жизни не часто плачем, хотя разные случаи бывают. Вот, ну, то есть вот хорошо, что вот наша золотая, золотая, вот такой золотой набор, это вот Эланер Куджамбу, это как бы, вот многие знают такую Уджуалы, и вот Эланер Куджамбу, это как бы южный вариант Уджалы. То есть и тут он сделан на натуральных маслах, и сурне, то есть он черного цвета, вы не пугайтесь, когда закапываете, глаза становятся такие вот черные, пекут, вообще зрелище не очень приятное, но потом, после того, как вы через 3-5 минут промыли этот глаз, когда сошла краснота, то есть вы просто, знаете, вот такое есть ощущение, как приятно смотреть. То есть вот как у нас сейчас уставшие глаза, мы все знаем, что такое уставшие глаза, а тут вот ощущение, тебе вот получаешь удовольствие от того, что ты смотришь. Также есть Айсатин, это такая вот каждодневная профилактика, уход, и вот тоже вот, лучше, конечно, врач для лечения, что порекомендовал наш врач и офтальмолог, ну вот как для профилактики, супер средство, супер, вот Ланьяк Куджабу, Нейтробинда, также есть вот капли, вот многие пользовались как японскими, ну вот это такой же вот по их лицензии, то есть то, что вот убирает красноту глаз, и вот глаз становится такой вот красивый, голубой, и в зависимости, ну и в отличие, вернее, от просто химических капель, которые мы все хорошо знаем, то есть они еще обладают лечебным эффектом, не просто убирают симптом, а вот борются с причинами, вот, дальше после, также глаза хорошо промывать трифалы, это вот то, что подойдет всем, при всех каких-то проблемах глаз, и очень долго, то есть я противопоказаний, даже сейчас я не вспомню, заваривается вот этот порошок трифалы, и промывается, вот глазки постепенно промываются, и вы увидите, как вот просто, они по-другому, как будто у тебя смываются, какая-то пленка с глазом смывается, вот, дальше, по поводу глаз мы поговорили, следующее, у нас будет уход за носом, то есть десятки тысяч литров кислорода, воздуха, то есть мы прогоняем через наш нос, мы им пользуемся даже когда, когда спим, то есть это вот без перерыва, понимаете, вот через эти две дырочки, как они пересыхают, организм придумал, как чтобы сделать, чтобы их смазывать, но мы должны ему помогать, мы должны очищать, то есть вы понимаете, все это, так или иначе, остается вот на наших, наших пазухах, и для этого в аюрведе есть такие средства, как анутаин, это вообще средства, кто вот им будет пользоваться, тот, вообще, что такое насморки, гаймориты, их будет знать не будет, вот, что еще хорошо, то есть с помощью анутаил, это масло со ста трав, которое сделано на основе кунжутного масла, что, помимо этого, то есть оно питает, вот, всю нашу голову, то считается анутаил не только, вот, для смазывания носа, для того, чтобы первые разы, будьте внимательны, может сопли потечь, иногда у некоторых, там, попрошу стакана соплей вытекает, вот, не только, как освежение запаха, я после первой процедуры, анутаил, ну, такой вот серьезный, там есть серьезное очищение с анутаил, я вышел на улицу, я просто почувствовал по-другому, как пахнет этот мир, вот, и вот, помимо очищения, они еще пропитают всю нашу голову, считается, все болезни, которые вызваны сухостью, и которые, вот, начинают наши ключицы, вот, во многих случаях, рекомендуется анутаил, то есть оно хорошо и для зрения, и для кожи лица, то есть, вот, даже его назначают, там, при каких-то морщинах, и при все, ну, это вот, для всего-всего-всего, и даже при астахадрозе, я вот сейчас сам прохожу курс, потому что напряжение, оно сейчас в шее, и вот как раз анутаил, оно снимает вот это напряжение, после этого, после, если нет анутаил, друзья, то можно использовать масло гей, замечательно, то есть вот топленое, ну, не просто растопленное, а настоящее масло, настоящее гей, а также, тоже наше любимое, кунжутное масло, буквально, 3-4 капли в нос, вот, и будет достаточно, чтобы вы вот просто как-то сделали свое сознание более стабильным, после, после, а, вот еще есть доборовский вариант, мы вообще не очень, у нас больше нет, наверное, ничего больше доборовского, но вот у них шарпинду таил, вот достаточно на нормальном уровне, многие люди уже к нему привыкли, ну, вы понимаете, в западной медицине нет аналогов, вот я когда вижу там человека, который вот там сильно, вот особенно врачи, они как-то сомневаются, и вот им какая-то, вот я чувствую, они же как правильно, еще такие же больные, как и все остальные, вот, и я им даю, вот, например, анутаин, чтобы они избавились, если я вижу какой-то насморк, или еще какая-то проблема, они после первого раза приходят, говорят, я начал верить в мою меду, просто это, понимаете, это все вещи не то, что там, как продавцы БАДа говорят, вот, вы там пропьете 3 месяца, и там, вот, почувствуете, нет, ты делаешь, ты сразу чувствуешь, понимаете, вот мы сегодня с доктором, Юрием Михайловичем Авраевенко, обсуждали, что никакая таблетка, например, успокоительная, не сравнится с полным умасливанием, то есть, ты действуешь сразу на весь организм, на голову, на все, на все, на пятый, и у тебя, организм намного лучше успокаивается, чем любая таблетка, после этого мы переходим к ротовой полости, вообще, ну, все мы чистим зубы, наверняка, очень многие чистят язык, это хорошая привычка, чистить язык надо, это, как, можно сказать, как один из органов выделения с пищеварительного тракта, мы сразу видим по налету на языке, вообще, в каком состоянии наше здоровье, в каком состоянии пищеварения, но сегодня не об этом, что вот рекомендуется, вообще, такие айрведисты, серьезные, они чистят порошками, есть порошки, там, в которых должно присутствовать пять вкусов, они делаются из специй, вот, там, кардамон, гвоздика, сухой имбирь, вот, и вот, ты чистишь из этих специй, но, я думаю, это можно найти в интернете, но, вот, чем богато айрведы, это, а хорошими пастами, вот, знаете, вот, это тот же случай, когда, вот, люди, которые, например, раз попробовали, вот, красную пасту, айрведическую, то есть, они после этого только ей пользовались, и, айрведе, вот, такие пасты, друзья, вот, попробуйте, и они, стоят, наверное, столько же, сколько, химические полностью, также, вот, есть, должен быть уход, так, еще по поводу рта, полоскание рта, то есть, одна из процедур, которая, вот, рекомендуется, и которую я знаю с детства, потому что моя бабушка полоскала, это полоскание маслом рта, и полоскание это делается на протяжении минут 15-20, и вот, тоже, как, так как вот много сосудов, и вот у нас большая слизистая во рту, то происходит обмен, и мы тоже, вот, смазываем себя, вот этим маслом, как я сказал, кунжутное, но есть профессиональное масло, есть вот такое масло, иромедати, вот, которое рекомендуется при всех проблемах, которые есть вот в ротовой полости, вот, надо поразовывать, вообще вот для тела, вот, вы представляете, вот это вот, вот это масло, то есть вообще надо подбирать, самый центряк, это когда ты подбираешь индивидуально, вот, сколько тебе лет, какой сезон, какая у тебя конституция, как у тебя сейчас с пищеварением, все, и мастер, вот, врач, он подбирает, вот это тебе лучше то, вот беременная, там, после родов, там, вот такая-то проблема, такая-то проблема, потому что все эти масла, не просто вот они, свою природу имеют, они еще вот все, в них варились травы, концентраты, это получается такой концентрат, то есть вот это тоже масла, тоже, которые, которые используются и в уши, и для тела, вот, настоящая вообще, юргета, она говорит то, что нельзя кушать, то и нельзя базать на тело, и вот все эти масла, их можно вот, ну, они, может, не все вкусные, но если там съешь, там, ни с тобой ничего не случится, ты не отравись, не отравись, ничего вот не произойдет, ну, попробуйте вы скушать, там, даже самый дорогой, крем, вот, ну, смысл не об этом, то есть вот у каждого, у каждой женщины, девушки, должен быть свой набор масел, который, кто-то дойдет к нему сам, через опыт, эксперименты, кто-то через консультацию грамотного доктора, но это просто будет необходимо, следующее, это, мы, после этого мы ухаживаем за нашими ушами, потому что, ну, те процессы, которые понижают, слух, то есть они, как правило, большинство у них имеет, это расклеротическую природу, то есть надо туда смазывать, то есть дать вот это масло, что такое это расклероз, это холод, сухость, то есть вот эти качества, они вызывают вот эти проблемы, и что такое масло, и что такое масло, то есть оно дает наоборот, вот оно дает и промасливание, и оно дает и тепло, вот, и хорошо вот для ушей, кшарабала, и помаргак, вот это я масло, вот одно у нас, а помаргаксара, вот, вот такое, это у нас только появилось, такое новое, ну, вот я пользуюсь, кшарабала, 101, вообще, это масло, которое, кунжутное масло, которое сто раз, выварено, в нем растение, бала, бала, переводится с санскрита, как сила, и вот это, с этим маслом, ну, вот чего только не делаешь, оно используется и в косметических целях, это одно из лучших посредств для морщин, оно используется и для закапывания, и в нос, и в уши, оно используется и для волос, и для всего тела, то есть, ну, оно просто достаточно дорогое, но люди, которые могут себе позволить, просто оно имеет, наверное, ну, такой самый ярко выраженный, наилучший, омолаживающий эффект, вот, друзья, вот с этих вещей начинать, если вы будете ухаживать за органами чувств, то они вам отплатят долгой и надежной работой, то есть, помните о том, что здоровье, оно приходит через внимание, и через уход, то есть, это вот, зачем нам уже лечить какие-то возникшие заболевания, если многие из них можно предупредить, и вот, как раз, вот это промасливание, оно очень хорошо борется с болезнями бедра, которые вот свой свойственны во второй половине жизни, и которые останавливают, ну, развитие очень страшных проблем. Друзья, будьте здоровы, ухаживайте за собой, изучайте юбеду, будьте внимательны к себе, будьте внимательны к своей машинке, именно это самое дорогое, что у нас есть, все остальное, это просто тюнинг, порой ненужный, так что, до новых встреч, всего доброго.